Приветствую вас, дорогие друзья, в обновленной монахине. Тут много чего изменилось. Также ванная комната очень круто изменилась. Она стала более чистой. Сейчас мы это все проверим. Плюс я вам покажу кое-какой секретик. Кои-какие секретики, которые я сам знаю. Во-первых, мы можем посмотреть вторую монахиню. Она спрятана где-то в туалете. То есть в туалете будет туннель, по которому ты сможешь пролезть. И попасть в секретную комнату, где сможешь увидеть монахиню. Я не видел монахиню. И поэтому мне тоже будет очень интересно посмотреть. Так, а также... Ой, это что такое? Карточка с номером телефона, понятно. О! Блин, Граль! Ну мы сейчас возьмем Граль, я думаю. Вот. Сюда вставим. Также на заднем дворике в туалете можно... Ну, выйти можно на задний дворик. И... Там, в общем, будет... Гроб какой-то. Я тоже не видел. Тоже не был на заднем дворике. В общем, тут дофига чего изменили. Сейчас будем смотреть, тестить. Я сам много чего не видел. Но я знал, где это все находится. Во-первых, давайте Граль уже отнесем. Подожди, так это какой Граль сейчас будет, интересно? Так, 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 так. Сейчас посмотрим. Неужели это последний Граль и пятая маска? Или шестая какая-то маска у нас идет? Кажется, шестая маска. Так, надо закрыть это дело. Очень круто разработчики сделали игру. Она просто офигенно какая большая. Да, ребята, это последняя часть маски, неужели? Еще несколько глав в ближайшее время. Я не могу, не могу ставить прикол, да? Ну, скоро будет, ребят, скоро будет последняя глава. Мы соберем эту маску. И я не знаю, что будет. Возможно, мы убьем монахиню. И разработчики будут трудиться над новой игрой какой-нибудь. Потому что, блин, у них круто получается. Я бы хотел, чтобы что-нибудь еще сделали. Монахиня уже была, да? Это прикольно. Довольно-таки много выходило обновлений. А что, если прям переделать? Все полностью переделать. И сделать что-то более интересное. Так, это вещи, которые у нас мы собирали уже в предыдущих главах. Они теперь у нас тут хранятся. Мы их прячем. То есть у нас тут есть и пушка, и кукла, и также ботинки-скороходы. Вот тут пока что ничего нет. Значит, нам разработчики намекают, что будет еще какой-то предмет. Это прикольно. То есть уже нам проще будет убегать от монахини. Так, теперь, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас возьмем... Мы сейчас возьмем... Выдергу, да? Она нам нужна будет. Так, так, так. Подожди, слушай, а может быть в ванной комнате? Может быть... В ванной комнате может быть люк? Или нет? Я что-то ошибаюсь. Ну, вроде в туалете. Может быть, вот этот туалет? Ключ какой-то. Ну, я тут не вижу никаких люков. Нет, это, кажется, не здесь. Все-таки в другом туалете. Ладно, хорошо. Сейчас посмотрим. Так, нам сейчас надо... Нашумели-то нашумели, блин. Она прям за мной идет. Я не знаю, заметила она меня или нет. Надеюсь, что нет. Быстро, 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 быстро. Блин, мышь меня постоянно пугает. Так, взяли ломик. Взяли ломик и уходим, 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 уходим. Тяга, ну где-то здесь. Блин. Тихо, тихо, тихо. Куда она пойдет, сюда? Кажется, она пошла на кухню. Мы сейчас быстренько просто пробежим. Просто, да, отлично. Просто быстро пробегаем. Открываем эту гребаную дверь. Заходим. Нужно будет нажать на кнопку. Мы же кабель же вставили. Нам надо будет просто нажать на кнопку, чтобы все двери открылись. Отлично. Так, это мы сделали. Так, ну теперь тут можно уже вам показывать секреты, которые я знаю. Ну вот это теперь я вам в прошлой серии показывал, что это тоже выход на задний дворик. Раньше она не открывалась. Сейчас спокойно все открывается. Так, вот. Что самое интересное. Помните, раньше вот эта дверь не открывалась. Вот это. Теперь она открывается. И вуаля, ребятки. Мы попадаем на задний дворик. Офигенно. Тут, в общем, детская площадка. Тут дети развлекаются, веселятся. Тут такой, так сказать... Ну, в общем, и тренажеры есть, и качели тут качаются. Ну, довольно-таки прикольно, довольно-таки уютно. Тут, возможно, они обедают, играют в карты. Хотя это запрещено. И вот, ребят, дверь какая-то. И что тут написано? Посторонним вход воспрещен. Типа того. И можно посмотреть, что... Во, да, там, кажется, кто-то похоронен. Можно посмотреть через щели. Разработчики что-то нам намекают. Что-то будет еще интересное. Мне нравится. Ну, код вообще. Задуманная идея. То есть, давать нам какие-то подсказки, намеки на что-то, да? Чтобы мы могли догадываться. Это очень хороший ход от разработчиков. И пишите в комментариях, что вы думаете, кто-то похоронен. Может быть, животное какое-то похоронено. Потому что, ну, либо ребенок, либо животное. Потому что гробик довольно-таки маленький. Возможно, это... Ммм... Животное монахи, не знаю, которым она дорожила. Собачка, там, кошечка какая-нибудь. Попугайчик, может. Может быть, ребенок действительно. Может быть, ее дочка или еще кто-то. Ее сын. Ну, не знаю. Можно много делать догадок. Так, значит. Видите, как тут все изменилось. Довольно-таки уютно стало. Я в прошлой серии вам показывал. Тут были затемненные места. Ничего нельзя было разглядеть. Сейчас, смотрите, все беленько. Все хорошо сделано. Ну, монашка вам, ребят, не Грэнни. У Грэнни там реально беспорядок. Ну, тоже уютно, но там беспорядок. Там стены все, блин, плохое. Туда тоже плохое. Плохое, ржаво видно, но она, по крайней мере, видите, убирается. Тут нету грязи, нету пыли. Обычно проблема в туалетах. То есть туалеты обычно всегда грязные. Тут же нет. Тут туалеты не грязные. Тут все чистенько. Значит, монахиня старается следить за чистотой. Видите? Да, она немножко сумасшедшая. Ну, она, как бы, у ней свои бзики. У ней свои какие-то правила. И одни из правил это следить за порядком. Ведь она же старшая, я так понимаю. Так, вот он люк, о котором мне говорили. И там вторая монахиня. Вот я туда не лазил. Давайте сейчас посмотрим, что там такое. Открываем люк, залазим. Так, ну, я не вижу вторую монахиню. Нам сейчас сюда. Давайте, может быть... Ну-ка. Так. А, вот он. Задний двор. Все, ребят, мы попали на задний двор. А, тут, видимо, вторая монахиня будет приезжать на машине, так понимаю. Или где? Или она заперта будет? Так. А там выход. Там выход из лагеря. В принципе, можно залезть, по идее, можно было залезть на мусор, ну и баки. И тут уже можно было перелезть и сбежать. Поэтому, ну, я бы на месте разработчиков вот их подвинул бы подальше хотя бы. Тогда уже, ну, сложнее ребенку выбраться. Хотя, можно по столбу залезть, по идее. Да, я бы залез, либо по столбу выбрался. Ну, самый простой способ, это, конечно, на мусорный бак встать. И можно уже сбежать. Также палеты, ребят. Также тут лежат палеты. Можно поставить палеты рядом с этим забором. И перепрыгнуть и перебежать. В общем, дофига всяких способов. Можно туда же перенести палеты. В общем, можно сказать, по сути, мы уже сбежали, да? То, что мы тут находимся, мы уже сбежали. О май гад! Да ну нафиг! Вон она вторая монахиня! Она меня просто задавила! Она меня просто сбила! Офигеть! Такого не было. Такого, ребят, не было. Это что-то новое. Прикольно. Я думал, кстати, я не умру, она просто через меня проедет. Не тут то было. А сбежать нельзя было. Я жал вперед, как будто бы в стенку уперся. К сожалению, нельзя было сбежать. Можно попробовать, единственное, подождать, когда она отъедет, а потом попробовать сбежать. Может быть, мне машина мешала сбежать. Блин, ну прикольно. Прикольно. Вот вы про эту, да, вторую монахиню говорили? Про этот секретик я знал. Да, ребята. Ну а Грааль? Грааль, как вы видели, да, он есть. Но его пока что нельзя поставить, потому что пока что нету... Батут, батут тоже мне нравится. Она даже не кричит, она просто покойно идет. Давайте, давайте убежим от нее. Сейчас больше стало способов убежать от монахини. Потому что слишком такие катакомбы, она просто запутывается. Я не знаю, как в сложном режиме, возможно, в сложном она будет прям преследовать вас. Ну вот в этом довольно-таки все легко. А, еще хотел разработчиков вам показать. Сейчас, сейчас мы пойдем к разработчикам. Давайте тут еще пошавимся. Вот сюда, ребят, не стоит ехать, и вы сразу помрете. Так, нужна палка, чтобы хобот зацепиться было, за что. Ладно. Допустим, мы вылезли. Тут тоже нельзя открыть. Тоже, по идее, можно было вот открыть ворота и тоже сбежать. Кто такая? Вон она вторая монахиня, она садится. Она, нифига себе, она сигналит мне. А куда она побежала? Блин. Я не успею, я слишком медленно бегаю. Нет, подожди немножко, подожди, подожди, подожди. Ребята, стой, подожди меня, подожди. Давай, 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 давай. Давай, давай. Нет, 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 тыщ. Закрылись. К сожалению, закрылись ворота. Блин. Так и не узнали, можно сбежать или нет. Я думаю, нельзя сбежать, разработчики позаботились об этом. Хотя, я думаю, если пошариться, можно и тут тоже найти много багов. Ну, не в том, что разработчики такие. Баги есть во всех играх. Просто они делают много обновлений, и по-любому за всем же не уследишь. Чем больше обновлений, тем какие-то баги проскакивают. Ну-ка, а если я вот так встану, меня может прищемить? Так, ну-ка. Бам. Нет, тут ничего не будет. Сюда нужно ключ вставить, там краска. С помощью краски можно сделать пакость. Монахини. Так, ну, тут больше такого ничего нету. Что у нас здесь? Тут у нас лифт, я так понимаю, да? Или что это такое? Тут уже по-английски написано. Хотя разработчики русские. По-моему, да? Еще какая-то кнопка. В общем, тут еще много чего будет интересного. Вот она прачечная. Еще много загадок, много секретиков. И, блин, ну это реально круто. Это реально здорово. Респект разработчикам. У них получилась годная игра. И уже даже мне пишут многие подписчики, что всем нравится Монахиня намного больше, чем Грэнни. И, блин, хотелось бы, конечно, чтобы у Монахини было больше игроков, чем у Грэнни. Не то, что мы не любим Грэнни, мы все любим Грэнни, но разработчики Грэнни что-то не сильно активничают, не сильно часто выпускают обновления. Такие глобально. Вот у Монахини просто глобальнейшие обновления, и это очень здорово. Я желаю им 100 миллионов игроков. Они этого заслужили. Так, ну что ж. Положим. Так, так, так. Что я хотел вам показать? Нам нужен сейчас проход, туннель. И я хочу вам показать еще разработчиков. Так. Я уже запутался. Да, сюда можно идти. Как много туннелей. Офигеть. Тут везде есть люки. Раньше такого не было. Лазим по канализации. Окей, окей. Сейчас мы посмотрим. Так, если я... Я уже забыл, блин, где это. Короче, где-то здесь вот так заходишь. Но тут нету. И можно увидеть разработчиков. Это довольно-таки прикольно. Я случайно обнаружил. Так, это лестница. Нам лестница не нужна. Карты, к сожалению, нету. Надо ориентироваться. Вот специально сделали картины для ориентировки. Видите? Так, проще. Проще ориентироваться. Эти клетки открываются, если активируешь кнопку. Синяя и красная играль. Давайте, если пойдем на синюю, тут, видите, заперто. Тут нужно активировать. А на красную это выход. Понятно. Выход нам не нужен. А возможно без активации. Подожди. Без активации, возможно, мы не увидим, да, разработчиков? Блин, ну вот я точно помню, где-то вот здесь я заходил в предыдущую серию и видел там разработчиков. Можно было посмотреть. Слышно, что монахиня уже там подъехала. Так вот, давайте попробуем активировать кнопку. Может быть тогда мы сможем секретчик это посмотреть. Заходим в эту комнату. Она теперь у нас открыта. Раньше она закрыта постоянно была. Так вот, активируем и бежим. Все. Бежим, 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 бежим. Кстати, может с помощью этой кнопки можно монахиню закрыть, как вы думаете. Так, тут у нас закрыто. Идем прямо. Так. Я уже забыл. Ну-ка, тут. Блин, нет, ну вот тут, я помню, точно тут было. Наверное, это уже убрали. Может быть это не секретик, может быть это баг был, я не знаю. Так, нет, 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 нет. Кажется, этого больше нет. Ну-ка здесь. Ну нет же, нет. Вот сюда, ну вы увидели, ребята, я в прошлой серии вам показывал. Можете посмотреть. А, вот. Длинный коридор, он раньше закрыт был. И вот там мы с вами посмотрим. Да. Вот тут лежит, в общем, часть маски, мы ее забираем. Ну и все. Собственно говоря, пятая часть маски. Вот. Интересно, она меня заметила или нет? Так ее смотрит. Вообще-то не нашел, я, да, заметил. Кажется, это убрали. Вот уголок, куда я спускался, раньше, когда туда спустишься, можно было посмотреть карту, карту этого лабиринта. И можно было посмотреть, как трудятся там разработчики. Может, я, конечно, что-то не нашел, но я что-то полазил-полазил. И не заметил, не заметил этого, ребят. О, подожди. А, чтобы перезарядиться, нужно рекламку посмотреть. Так, все, построили рекламку, и теперь мы можем стрелять. Так же можно с помощью метлы легко сбежать. Давайте так и сделаем по концовочке. Сбежим отсюда. Самый простой способ. Вот через эти ворота. Чего? А что такое? Что же матрица? Какого черта? Они не стреляют, ребят. Такого бага я не видел. Чего такое? Так, дополнительно раз, когда стреляешь, выскакивает рекламка. Ну, ребят, не было такого, не было. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Они просто нависурят, они просто левитируют. Давайте выбросим. Она бесполезная теперь. В предыдущей части ей можно было еще пользоваться, а в этой почему-то нельзя. Интересно. В общем, кто в туннеле видел разработчиков, пишите ваши комментарии. Я видел. Я ребятки видел. В конце приложу видео, наверное, если я не забуду предыдущее, где я там показывал, как пройти этот туннель и показывал вам разработчиков. Сейчас этого нету. Сейчас это убрали. Тут идеальный способ, если она вас зажала. Да, вот, идеальный способ увернуться. Она должна сюда идти. Да-да-да, молодец. Она идет сюда. Все, и вы убегаете. Просто идеально. Теперь нам нужно будет найти метлу. Если найдем метлу, то, по сути, мы сбежали. Тут метлы нету. Она бывает, кстати, вот в этом... Вот в этой комнате. Но сейчас не оказалось. Возможно, метла будет здесь. Мы же тут тоже не смотрели. Да, возможно, она... Она длинная. Да, и она должна быть вот в таких... Длинных шкафчиках. Все, Ревод. Это самый легкий способ пройти монахиню. Но смысл не в том, чтобы проходить. Теперь в другом смысл. Мы уже можем сбежать. Нам это уже намекнули, что сбежать очень легко. Но мы хотим узнать всю тайну монахини. То есть мы, как сыщики, мы должны посмотреть, что тут творится. Мы же не трусы какие-то, да? Чего? Ребят, у меня такой баг первый раз случился. Шкатулка должна была упасть. И там лежит ключ, но он там не упал. Шкатулка не упала. Мы не можем сбежать. Это второй баг. Что случилось? Что-то после этого обновления, да, очень много багов. И реально невозможно сбежать. Офигеть. Первый баг был с пистолетом связанный. Мы не могли стрелять. Теперь просто шкатулка вот эта застряла. То есть, по идее, она должна упасть. Мы должны ее взять, подняться на балкон, сбросить ее. Потому что она сильно закрыта. Мы же маленькие дети, не можем ее открыть. А так мы сбросим ее с балкона. Шкатулка откроется. Там выпадет ключ. И этим ключом мы с вами открываем этот замок. И сбегаем. Но что-то пошло немножечко не по плану, ребятки. Будем ждать новых обновлений. Может быть, это все поправит. Вот. Да, очень здорово сделали. Именно в плане освещения. Потому что в прошлой части она не была баговная. Я бага не обнаружил. Но в ванной были и некоторые места были очень темные. Сейчас они светлые. Видимо, что-то разработчики упустили. Упустили, пропустили. Ну, а так, в общем, я в любом случае доволен. Все очень здорово сделано. Тут можно поразвлекаться. Ладно, ребятки. Всем пока. Всем до новых встреч. Ждем, ждем, конечно, нового обновления. Как выйдет, я сразу же сниму на своем канале. Так что подписывайся, если ты еще не сделал этого. Увидимся в новой серии. Всем пока-пока.